Продолжение следует... А потом в ад. Потом рай. А потом ад. Рай, ад, рай, ад, рай, ад. Это самый контрастный сезон за всю историю Орла и Решки. С этим сможет справиться далеко не каждый ведущий. Встречайте! М-м? Нет, я не хочу. Нет, нет, нет. Пожалуйста, я не хочу вас. Ну, пожалуйста. Регина Тодоренко. Ах, не па... И Леся Никитюк. Что же их сегодня ждет? Я не хочу вас. А может, все-таки в рай? У вас нет выбора. Все решает Монетка. Давай-давай, на Ол-Инклюзив. А какой Ол-Инклюзив? А какой Ол-Инклюзив? Я уже пять лет мечтаю о трехразовом питании и овсянке. Доброе утро, друзья. С вами Орел и Решка. И сегодня мы прилетели... В Тунис, в рай, в рай с арабским колоритом, где все, абсолютно все создано для отдыха. Я уже вижу, как я лежу возле пальмы, смотрю на море, и тут какой-то орел. В общем, Орел. Ага. Решка. Оп, все. Ну, давай. Все, я открываю, а ты готовься ловить рюкзак. Сейчас. Не будет твой. Давай. Оп. Оп. Я подержу, я подержу рюкзак. Я пока подержу. Ты подержи, правильно? Все. Все, давай. Я опаздываю, мне отдыхать надо, я опаздываю, на отдых, у меня пляж ждет. Нормальные люди в раю никуда не опаздывают, потому что в раю... В раю никто никуда не спешит. Так вот медленно, красиво, уверенно. Удивительно, но за 13 сезонов и 244 выпуска мы ни разу не побывали в Тунисе. А ведь эта страна – популярный африканский средиземноморский курорт. Здесь есть все атрибуты рая – пальмы, песок, море. И находится все это всего за 200 километров от Европы. Так что, можно сказать, мы приберегли Тунис на бисер. Очень короче, тень. Итак, за 100 долларов я получила 240 тунисских динаров. Посмотрим, на что мне хватит этих денежек. Первым делом я хочу поехать в Тунис, столицу Туниса. Удобно как. Туда можно добраться на автобусе за 37 центов. Вот просто любопытно, сколько стоит такси. Сколько стоит в центре? Тунис, Тунис. Метр, апоприас, 5 динаров. Тунис. Тунис, центра. Сюда, центра, 5 динаров. 5 динаров. На аэропорт, центра, 5 динаров. 5 динаров? Это что, 2 доллара получается такси? Три машины мне! У-ху, ребятки! Что-то мне кажется, на этот уикенд я буду тусить, как с золотой картой. По Тунису меня будет катать раритетный французский Ситроен 1952 года. Вы же слышали, что Тунис раньше был колонией Франции. Слышали? Так вот, все, что здесь есть роскошное, это от французов. Гу-гу! Когда-то в Тунисе отдыхали сливки французского общества. Вот на таких же Ситроенах они выезжали к морю, празднуя свою богатую жизнь. Тунисцы французов попросили удалиться. Но машинки себе оставили. И теперь катают на них богачей. Тунис – тот, что столица. С первых минут знакомства кажется типичным арабским городом. Хотя пока здесь заправляли французы, они настроили себе узкие улочки, дома с уютными балкончиками и сделали окна со ставнями. Пройдя через ворота Баб-Аль-Бхар, попадаешь из французского Туниса в арабский. Здрасте! Это Медина, то есть старый город, в котором есть рынок и мечеть. Чтобы увидеть мечеть, можно зайти бесплатно на смотровую площадку в кафе. Вот это все территория главной тунисской мечети. Называется она мечеть Зитуна. Говорят, здесь когда-то чкинилась сама шахерезата. Все, прикоснулась к истории, пойду дальше. На колоритный арабский рынок. Здесь, как и сотни лет назад, продают ткань и золотые украшения. Бьютифул. Чую запах волшебного снадобья и арабских парфюмов. Здесь пахнет специями и духами. Ммм! Ролакс! Чайка, вот так. Очень вкусно. Тогда наливайте, наливайте. Наливайте, наливайте. Лимончик, лимончик. О, лимончик. Очень хороший чай. Очень хороший чай. Очень хорошая ведущая. Лучше, чем Регина. Лучше, чем Регина. Чай дам бесплатно. Чай дам бесплатно. Спасибо. Спасибо. Раз уж у меня есть золотая карта, не буду же я отдыхать два дня в одном городе. Поэтому сейчас мы отправимся в один из лучших курортов страны. Хамамет. Там я буду жить в роскошных апартаментах. А утром отправлюсь в величественную пустыню Сахару, чтобы почувствовать приключенческий дух Медуина. А я отправлюсь в Хамамет. Ой, да я знаю, что туда уже Регина едет. А мне что ли нельзя на лучший курорт? Там я буду просвещать всех бюджетных туристов, как отрываться в Тунисе за копейки. Все, пошла я на поезд. О, да, это будут крутые выходные. Но перед этим нужно перекусить. Уютненький здесь, конечно, ресторан такой. И, между прочим, каждая плиточка здесь расписана вручную. Я думаю, что именно поэтому ресторан считается самым дорогим в городе. По-богатому. В этом ресторане подают традиционные тунисские блюда. Сейчас отведаем. Главное, не съесть слишком много, чтобы влезть потом в купальник. Матфуна, мухейра. Похоже на какой-то бразильский сериал. Это я заказала маленькое блюдо. Принесли традиционный суп. Но я же не заказывала суп. Я же заказала манухейру или мутахайру. Ну, принесли, буду есть. Это томатный суп шорба. Варится с овощами, мясом или рыбой и крупой. Манухейра. Нет? Это манухейра. Нет? Окей. Может, они меня с кем-то перепутали в этом ресторане? Если эти девушки не заказывали три салата, я просто не заказывала. Как оказалось, в Тунисе принято приносить перед основным блюдом закуски. Типа, как бесплатный комплимент, чтобы посетители не похудели во время ожидания заказа. Арабское гостеприимство. Такое, чтобы побольше специй. Но штука очень вкусная. Такая прям аджичка с тунцом. Морковочка с брынзой. Ну и такой обычный себе салат. Огурчиков, дырчиков, оливки. Очень вкусно. Это кусочки пирога таджина. Запеканка с бараниной. И еще закуски. Ну где же эта мухейра-то? Я уже наелась, а ее все нет. Ох! Оказывается, вот эта вот пресловутая мухейра, это лист, из которого получается черный соус. Очень специфический вкус. Будто лист сорвали с куста розы, перетерли его хорошо. В блендере размешали, добавили приправ, всяких пряных специй, какого-то кардамона. Ммм, немножко карри. Ну, собственно говоря, и получился соус. О, какое мясо! Ммм, рассыпчатое, мягкое. Пожалуйста, заберите кто-нибудь эту еду, please. Тунис, говорит, у вас еще десерт. Ну, отказывайся же, некрасиво. Традиции Туниса надо чтить. А потом еще полтора года чтить спортзал, йогу, ТРХ, бег. Ну, ладно. Да сколько там тех погода? О, морфуд. Ну, привет, хамамед! Ну что, главный курорт Туниса, я готова отдыхать. Такси до отеля? Классо. Ясно. Конечно, да. Это же всего два доллара. С первого взгляда на хамамед становится ясно, что это город отелей. Куда ни поверни голову, везде какой-нибудь пансионат или спа-отель. Правда, все эти гостиницы в основном пустуют. Туристов мало. Все из-за того, что несколько лет назад тут прогремела серия терактов. 50 человек погибли. Так что теперь многие туристы побаиваются прилетать в Тунис. Зато для тех, которые приезжать не боятся, тут настоящий рай. Тишина и покой. Море, пальмы и арабский колорит. Вот тут сразу видно, что все пропитано арабской культурой. Никаких тебе жалюзи, ракайль или фигурной отделки. Все дома простенькие, с ровными крышами. Ровные крыши тут не просто так. Когда семья разрастается, над первым или вторым этажом надстраивают еще этаж. Чем больше семья, тем больше этажей. А на первом этаже арабские зажиточные семьи открывают свое маленькое дело. Кто вот магазин, кто булочную, кто кафешку. Круто. На первом этаже работаешь, на втором этаже живешь. Идеальная схема. Я решила рискнуть и проверить, сколько будет стоить номер в четырехзвездочном отеле Туниса. Вот это мне подходит. Интересно, там ванная хоть будет в номере? А то за 20 долларов? Кто его знает? О, боже! Я люблю Тунис! Ну а я буду жить в самом дорогом президентском люксе на курорте. И стоит он на секундочку 500 долларов в сутки. Да-да, друзья, дороже номеров в Хамамете просто нет. Да, я войду в историю Орла и Решки как самая экономная ведущая. Вот это бинго! Своя кухня. Столовая. Гардеробная. Спальня. Еще спальня. Номер просто нереально огромный. Пять? Нет, шесть комнат. Всего за 500 долларов. Дешевый номер? Да ладно, дешевый номер. Светлая комната. Просторная ванная. Кровать здоровенная. О, еще один диванчик. Это если вдруг ко мне друзья в гости придут. Телевизор. Холодильник. Оказывается, за 20 долларов можно не только в хостелах ютиться, но и шиковать в четырехзвездочных отелях. И... О, да, мой личный балкон с видом на бассейн. Вы же понимаете, что я могу себе позволить любую из этих яхт. Просто любую. Но зачем, если можно арендовать себе огромный пиратский корабль? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все, теперь можно и старый город посмотреть. В Тунисе турист со 100 долларами может позволить себе любой вид транспорта. Вот любой. Но я поеду на самом древнем. На верблюдике. Хелло! Да-да, друзья. Верблюд – это реально вид транспорта, а не просто покатушки для детей на пляже. Были бы деньги, довезет хоть до Сахары. Сейчас узнаю, сколько до старого города. How much? 25, 25. 25. 25 – это хорошо. Ну что, покатаешь меня? Назову тебе Люда. Люда-верблюда. Спокойно. Да, заплатила 25 динаров за верблюда. Ой, блин, сейчас будет вставать. Да, на такси было бы в пять раз дешевле. Но зато как экзотично. По пляжу, на верблюде. Ух! На Люде, верблюде, поеду кататься в старый город на Медину. Главное, ноги не будут напрягаться. И да, верблюдам можно ходить по пляжу. По законам Туниса, зона в три метра от берега является свободной для всех людей и животных. Правда, из-за того, что по пляжу вот так вот вольно гуляют Люда и ее подружки, на приятном песочке полно неприятных сюрпризов. Короче, перед тем, как будете маститься на полотенечке, хорошенько обследуйте периметр. Еще несколько веков назад Хамамет был маленькой деревней на берегу моря. Мало кто вообще знал о ее существовании. Наверное, поэтому пираты устроили здесь свою средиземноморскую базу. В наши дни настоящие пираты существуют разве что в Сомали. Ну, а хамаметские пираты – это развеселые аниматоры. Ребята, все жублочко! Ребята, все жублочко! Что-то меня уже укачивает. Пить хочется. Так пить хочется, что капец. Я представляю, как сейчас люди. Ой, надо было спрашивать не «хав матч», а «хав лонг». Как выяснилось, от отелей до старого города – 11 километров. На такси я бы доехала за 15 минут. А на верблюде… Однако… В общем, на верблюде весело только первые 10 минут. Потом начинает мучить жажда, тошнит. А от солнца, кажется, вот-вот начнет дымиться макушка. В какой-то момент перестаёшь верить своим глазам. Конечно, уже час идём. Уже и верблюд не может, уже и я не могу. Остановите уже. Дайся, надо выйти. Ну всё, всё, ухожу. Ноги ещё надо как-то придвинуть, потому что разъезжаются после этого верблюда. Вы же помните, что такое Медина, да? Это старый город, в котором есть рынок и мечеть. Но Медина-Хамамета совсем не похожа на столичную. Здесь, в старом городе, всё практически сине-белое. Потому что синий – это цвет моря, а белый – это символ свободы от пиратов. Каждый дом здесь – это архитектурный хендмейд. Разное количество этажей, разные балконы и рисунки на фасадах. Вот здесь, в Медине, нет абсолютно двух одинаковых дверей. Все двери разные. Потому что по старой традиции, когда молодая семья заезжает в дом, они покупают двери самые обычные и собственными руками делают этот орнамент. А ещё на всех дверях местные жители рисуют рыбок. Это как защитный символ от сглаза. Тунисцы верят, что рыба спасёт их от всех бед. От голода, пиратов, гриппа и глобального потепления. Кстати, такое чувство, что оно уже наступило. Жарко. Вечером, когда жара спадает, жизнь в хамамите замедляется. Красотища! Кажется, что даже звуки из минорета становятся тише. Слышно только, как булькают в море поплавки местных рыбаков и мурчат довольные коты. Вот он, Тунисский рай. Как же хорошо накупить клубники и вот так сидеть, смотреть на море. И знаете что? Мне так захотелось привезти сюда своих родителей, чтобы мама с папой вот так же точно, как я, сидели, ели фрукты и смотрели на закат. Какая приятная подушка. Что вам сказать? Желаю всем спокойной ночи. Пусть всем приснится сказка про Аладдина, про летающие ковры, про восточные сладости. Мухаммед, иди спать. Мухаммед. Да сейчас, Олежка, ты не Мухаммед. Иди в соседнюю комнату, там есть кушетка. Все, на новом месте, приснись, Мухаммед невесте. Доброе утро. Доброе утро, да. Нужно поторопиться. Сегодня нас ждет самое экстремальное, самое экзотическое приключение в Тунисе, пустыня Сахара. Ну, а перед пустыней, вы же понимаете, нужно хорошо подкрепиться. Ну, все. Обжали. Чуть не проспало! Главная цель наших туристов на курортах – это бежать, мчать, чтобы успеть, чтобы не пропустить конец бесплатного завтрака. Так, надо взять и это. О, этого побольше. Еще вот это тоже, это, да-да-да-да. О, это тоже, конечно. О, еще чуть-чуть, чтобы голодным не остаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это на потом. Ну, а после завтрака наши туристы спешат. Бегут, чтобы успеть первыми, пока не поздно. Тарил! Тарил! А можно ведь просто наслаждаться отдыхом. Я прилетела в Тойзер. Это самый близкий к пустыне город. Отсюда и начнется мое бедуинское приключение в Сахаре. Великая Сахара. Она огромная. Она гордая. Она беспощадная. Тот, кто бросает ей вызов, должен знать, что она не терпит дерзость. Кто нарушит ее правила, будет уничтожен палящим солнцем и похоронен в песках. Сахару боятся даже ее жители-бедуины. Именно страх и уважение – их главное правило выживания. Я хочу провести этот день не просто как турист, я хочу прожить его бок о бок с бедуинами. Бедуинская одежда – это платье и накидки свободного кроя, которые держатся только на плечах. Таким образом, тело и проветривается, и защищено от солнечных лучей. Настоящая жена бедуина. Бедуины моются песком. Я серьезно. Такая одежда позволяет песчинкам скользить по телу и методом скраба очищать его от грязи и пота. Вот скажите, что самое главное на отдыхе в Хамамете? Пляж? Нет, не пляж. Ирблюд? Нет, не верблюд. Самое главное на отдыхе в Хамамете – конечно же, хамам. Это местная баня такая. Эти два дня я свои 100 долларов тратила, как могла, честно. Но у меня все равно еще осталось куча денег. Поэтому, да, я решила потратить треть всего своего бюджета на традиционный тунисский Хамам. Здравствуйте. А, ну можно и так. Здравствуйте. Я бы хотела Хамам. Пилинг и массаж. Все есть у нас. С чего начинается пустыня? Сначала ты едешь по такой себе степи. Потом постепенно пропадает всякая растительность. Земля вся глинистая. Холмы. Потом начинается песок. И в какой-то момент ты понимаешь, что вокруг не существует больше ничего. Только ты и пустыня. Она же бескрайняя. Гляньте, у нее просто нет конца горизонта. Вообще конца и края нет. Чувствуешь себя маленькой пуговицей, которую потеряли в песочнице. Если заглушить мотор автомобиля, можно услышать ничего. Ни звука, ни шороха. Давящая тишина. Если вы услышите звук ревущего мотора в пустыне, знайте, это валуются современные бедуины. Я всегда думала, как же в реальной жизни выглядят оазисы. Сейчас посмотрим. Представляете, какое было счастье для путешественника, который шел 20, а то и 30 дней по пустыне, увидеть вот такое. Оазис – это такой себе островок жизни. Они возникают там, где есть ущелье, и где вода пробивается наружу и не испаряется. В Тунисе вокруг почти всех оазисов разрослись поселки и города. Бедуины переставали кочевать и оседали в оазисах. И если раньше для них это был в первую очередь источник воды, то сейчас источник дохода. Сюда проложили асфальт, облагородили территорию и возят туристов. Оазис Шибика – это высокие скалы и пальмы, а еще водопад. Как круто после нескольких часов изнуряющей жары поплавать даже в теплой водичке. Такой кайф. Вот какой он, тунисский рай. Главное отличие хамама от других бань – это его роскошный интерьер и низкая температура пара. Считается, хамам создан для того, чтобы отогреть не тело, а душу человека. Поэтому повсюду обязательно горят свечи, играет медитативная музычка и пахнет сандаловым маслом. Я заказала себе традиционный ритуал – парильная комната, натуральный скраб и расслабляющий массаж. Я даже не помню, как меня зовут. Где я? Как будто на другой планете. Эта планета называется рай. Неземная красота Сахары вдохновляет. Особенно киношникам. Здесь, среди песков и скал, 40 лет назад снимали «Звездные войны». Это фермы по добыче влаги. Племена аборигенов, деревятники. Такие космические порты – отличное прибежище для тех, кто хочет скрыться. Фанаты «Звездных войн» сейчас скажут – елки-палки, да здесь же, в этом месте, Анакин Скайуокер познакомился с Падме. Крутотяк! Давай-ка зайдем в эту лавку. А я скажу. Деревяшка вообще. Кино-обман! Все-обман! Я, честно говоря, представляла себе такой большущей, металлической, поленепробиваемой. Она… Скворечник! Здесь снимали первый фильм о «Звездных войнах» «Новая надежда», о далекой и таинственной планете Татуин. Кстати, город, где я сейчас нахожусь и проводились съемки, тоже называется Татуин. В его честь режиссер фильма Джордж Лукас и назвал самую известную несуществующую планету. Но мне кажется, что если бы в роли джедая была девушка… или даже две… было бы намного лучше. Все равно я хорошая актриса. Хаман – пятерочка, пятерочка однозначно. Что со мной жду? Господи, что со мной сделала эта женщина? Ангел, ангел. Современные бедуины гоняют по сахаре на джипах. А когда-то их средством передвижения были верблюды. Сила, скорость, вносливость – все это характеризует самый лучший транспорт в пустыне. Моего верблюда! Мы ехали кататься! Мы ехали! Именно на верблюдах делали впервые доставку товаров по всему миру. Ждать всего-то от 60 до 200 дней. Вот так шли они по пустыне от оазиса к оазису. Караваны были огромными. Иногда даже 12 тысяч человек шли с верблюдами и мулами. Везли медь, золото, соль, ткани, пассажиров. Чувствую себя принцессой, которую везут в Карфаген продавать. Или мешком с картошкой. Что интересно, в те времена больше всего ценили слепых проводников. Потому что у слепцов лучше развит нюх. В пустыне глазу не за что зацепиться. А по проторенному пути верблюды оставляли свой запах. Через каждых 100 метров проводники нюхали песок. И так могли найти дорогу. Не представляю, как они шли в такую жару месяцами и даже годами. Хорошо, что мне недалеко. Максимум до места, где я буду ужинать. Чего я мучаюсь вообще? Поеду дальше. Современным бедуинским способом. На машине. Мой проводник-бедуин привез меня поужинать в палатке среди пустыни. Вот это я понимаю. Настоящая бедуинская романтика. Смотрите, феник. Я мальчик. Здравствуй. Ты лиса? Привет, ты лиса? Маленькая лиса. Это маленькая пустынная лиса. Феники очень социальное животное. Всегда должны быть с семьей. Если бедуины видят одинокую лисичку, забирают ее к себе, чтобы не пропала. Или чтобы порадовать туристов. А это Азин. Он приготовил для меня традиционный бедуинский ужин. Вообще, кушать глубоко после 18 здесь не то, что принято, а очень нужно, потому что во время жары тело должно тратить силы на выживание, а не на переваривание еды. Итак, что у нас сегодня на ужин? Во-первых, а без мела. Хлеб, приготовленный в песке. Такой горячий. Его готовят прямо на песке, на углях. Хлебушек такой мягкий, такой нежный. Оболодеть нужно. Это очень вкусно. Как же круто, что я провела этот день не просто плавая в бассейне, а как настоящая бедуинка. Это какая-то совсем другая жизнь, другая эпоха. Чудесный день. А что это у вас? Хеллоу. Хамелеон. Хамелеон? Боже, какой смешной хамелеончик. Что ты мне рассказываешь? На тебе два динара способное животное. На, вон, два динара. Теперь ты будешь жить у тети Леси на пальце. Назову тебя Игорь. Игореша. Жедаи, срочно садитесь в свои космолеты и отправляйтесь на поиски межгалактических 100 долларов. Чтобы найти межгалактические 100 долларов, отправляйтесь в очень далекую галактику, Млечный Путь. Там, на дальних рубежах в рукаве Ориона, ищите небольшое скопление планет Солнечной системы. На третьей планете, от желтого карлика в самой северной части Африканского континента, около космопорта Хамамет. Ищите межзвездную магистраль С-28. Там, около кольца, под мостом, камня, и будет спрятана капсула. В Тунисе лисичка делает вот так. А мечети... А пустыня звучит так. А море такое... А пираты... Ой, вы же аниматоры! Куда? Куда вы меня начали? А цены какие? Пайф-двенант. Два доллара получаются такси? А весь вот так как. Назову тебя Люда. Похоже на какой-то бразильский сериал. Ну что, покатаешь меня? Отказывайся же, некрасиво. Очень хороший чай. Все, обман! Говорят, здесь когда-то чекинилась сама. Шехерезат. Стой! Джедай с планеты Татуин! Поклонись! Да сейчас! Еще кланятся тебе тут! Преще! Потому что она на золотой карте ее кланяется ешь! Что это тут у тебя? Тихо, тихо, маленький. Тихо, маленький. Ой, какой маленький. Спокойно, это Игорь. Характер переменчивый. Ага, то есть на что другое деньги потратить ты не додумалась? На Игоря? Так, я просто уже не знала, куда их здесь тратить. На что? Я два дня теми занималась, что их тратила. Взяла, значит, маршрутку. Объехала. Такси. Вот так вот. На верблюде вот так вот кругами, понимаешь? Я уже не знаю. На верблюде. Я вот так кругами, на верблюде. По всем Марханам. По всей пустыне. Просто аж до самого... По всей пустыне прям. Оазиса. Знаешь, сколько мы шли. А потом водичка такая голубая, голубая, такая нежная. И водопадик. Вообще, ты знаешь, чувствовала себя здесь, как принцесса в сказке. Ну, очень здесь красиво. Я бы сказала, тунис в принципе, как сказка. Самое главное, знаешь что? Что? Цены сказочные. Вот такие прямо. Я вот там. Я бы еще сюда раз вернула. Давай вернемся. Даже со стаду. Да давай останемся. Серьезно. Не, ну, пока. Сейчас надо поехать, мне надо Игоря семью определить. А потом вернемся. А почему Игорь? Может, Махмед?